Главное событие в истории города Камышина происходило в Москве. Во вторник все взрослое население маленького волжского городка стонало у телевизоров, наблюдая за тем, как текстильщик никак не может забить. Гол Сарваша на 15-й минуте со штрафного грозил падением производства в легкой промышленности. Так что в дело вмешивались экономические проблемы страны. Филиппов и Волгин очень быстро могли их разрешить, но невезение продолжалось. Защитники Бекеш-Чабы не успевали за старательными камышанами, которые не расстраивались по пустякам. Рано или поздно, а правда все-таки торжествуют. На 38-й минуте Юрий Гусаков не сильно ударил головой, а вратарь Удварец как будто испугался мяча. Маленькая группа туристов с берегов Волги после этого начала гадать, сколько еще мячей забьет их команда. Такие подсчеты результативность не улучшают, но добрые камышане относятся к неудачам с юмором. Ведь когда камыш шумит, деревья-то гнутся. Мы штанги поломали все уже здесь. Шранги на динамо. Нам теперь придется в ХБК платить на динамо в Москве деньги, чтобы штанги отремонтировали. Погнули уже все штанги. После перерыва Сергей Павлов сделал хитрый тактический ход. Зная по видеозаписям, что венгры подседают во втором тайме, он выпустил на замену быстрого Полстянова. И хотя тот еще не совсем оправился после простуды, свою задачу он выполнил. Второй гол стал переломным. Новоченко продолжает традицию измордованных штанг. Не повезло левой. Волгин для симметрии боднул и другую. Но и гол все-таки забил. Вторым ударом. Терпение и труд все перетрут. Филиппу нам надоело не забивать с игры. По неподвижному мячу он ударил гораздо лучше. Текстильщик не снижает темпа. Алексей Морозов борется за мяч до конца. И хорошо разгоняется по центру. Открывается Полстянов. А венгерские защитники неподвижнее черепахи. Филиппов без труда опережает всех. 89-я минута. Всем все понятно, но не все еще закончилось. На последней минуте Филиппов и Полстянов поменялись местами. 6-1. Точка во всех отношениях. Триумф сопровождается скупыми мужскими поцелуями. Адамы будут бросать свои чепчики в уездном камышине. Чепчики с кружевом высшего сорта, произведенным согласно госту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова